Здарова, молодые, пожилые и безбашенные Скайримщики! Продолжение «Что будет, если в Скайриме?» И сегодня я вам покажу и продемонстрирую, что будет, если надеть на женского персонажа броню палача. Но вы же скажете, вы же спросите, «Триш, но ведь броню палача невозможно получить в этой игре, не залутать, ничего, вообще никак, ничего». Да, я в курсе. Её даже вообще как бы не существует в принципе в природе. Ну, в Скайримской природе, естественно. Поэтому мы делать всё будем при помощи чит-кодов. Но не простых чит-кодов, которые позволяют тебе просто получить в инвентарь желаемое, и ты потом это просто надеваешь. Нет, мы будем сразу же получать предметы и экипировать их на самого персонажа. Поддержите, пожалуйста, данное видео лайком, подписочкой и, естественно, огромнейшее, невероятное спасибо вот этому списочку людей Благодаря вам и вашей поддержке, видосики выходят до сих пор регулярненько. Ну, а мы не будем тянуть палача за его одежду. Погнали по Некселю к СТА. Результат у меня получился крайне неоднозначный. Я начал немножечко сомневаться насчёт вообще данной идеи. Поэтому я сначала решил протестировать все необходимые чит-коды на мужском персонаже, дабы убедиться, что всё правильно и всё работает. Дальше вы поймёте, почему я решил так сделать. И чит-коды действительно работают. Смотри, вот он я, красавчик, оделся. И перчаточки есть, тело есть, ботинки есть. В инвентаре, естественно, это всё никак отображаться не будет, потому что данных предметов в игре не существует. Всё работает, всё нормально, всё по кекселю. Ну, а теперь давайте заходить за женского персонажа, и я буду вводить абсолютно то же самое, что вводил за мужского персонажа. Итак, смотри, открываем консоль и начинаем потихонечку одеваться. Сначала ботинки, потом перчатки, штанишки и тело. Что мы вообще видим? Вот такая вот картина у нас получилась. Почему-то ботинки и вообще тело из Тёмного Братства. Хотя, опять же, на нас ничего не надето, значит, всё работает правильно. Перчатки у нас почему-то отобразились изгоевские. Тоже непонятно почему, шо за бред. Вот поэтому я и заходил за мужского персонажа, чтобы проверить то, что правильно ли я вещи вообще написал. Естественно, женщин-палачей в этой игре нету, поэтому в этом-то и заключается, в принципе, суть ролика, да? Женских палачей нету, а как будет выглядеть на них эта броня, неизвестно. Так вот, теперь вы это видели, вы это знаете. Всем большое спасибо за просмотр. Приходите на трансляции, они проходят в 16.00 по московскому времени на этом канале. Сегодня, кстати говоря, на стриме я буду стартовать за вора. Тёмную эльфичку сосную прекрасную. И играть за неё планирую довольно долго. Ну что ж, ладненько. Всем большое спасибо ещё раз за просмотр. Лукасы, подписочки, все дела. Всех люблю, целую. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok